Всем привет! Меня зовут Желана Сашлана. Я заводчик кошек породы Пикси-Вок из города Новосибирск. Сегодня я хочу поговорить с вами о питании, о кормлении котят в возрасте от 1 месяца и старше. Все заводчики кормят котята по-своему. У каждого свой какой-то рацион. Кто-то кормит сухим кормом, кто-то кормит влажным кормом, кто-то комбинирует натуральное питание с сухим кормом, кто-то исключительно натуральное питание кормом. Как сделать микс для таких котят двухмесячных? Очень просто. Берем куриные шейки, берем желудочки куриные и перемалываем. Куриных шеек должно быть 10% от остальной массы. То есть желудочки плюс шейки это база, от которой все отталкивается. В этот микс можно добавлять другие продукты животного происхождения. Например, красное мясо бедра. Мне оно очень нравится, как работает. Можно добавлять куриные сердечки. Куриные сердечки добавляю в случае, если я вижу, что выхлоп, то есть стул, более суховатый. И нам надо, чтобы не было запора котенка. Тогда мы добавляем куриные сердечки. Если же у котенка наоборот разжиженный стул, тогда мы должны увеличить костную составляющую. И добавить не 10% шеек, а 20%. Я вас уверяю, стул придет в норму без всяких таблеток, без всяких лекарств. Для того, чтобы вам было нагляднее и понятнее, как это все можно сделать, я специально для вас записала видео. Итак, мы находимся на кухне. У нас уже все подготовлено. Сегодня в нашем миксе будут шейки куриные. Так, вот я вам не ближе покажу шеечки. Это у нас красное мясо бедра курицы. Желудочки такие, пупочки, иначе говоря. И все мы это, у меня упаковано в больших пакетах. Все это мы сейчас будем перемалывать. Вот и все. Мы перекрутили наш фарш. Вот я вам ближе поднесу. Если вы видите, вот эта вот часть более яркая, сочная, а эта светлая. Вот эта вот часть, это желудочки мышечные, куриные. И шейки, они перемолотые. Это база. Вот эта вот часть, она у нас здесь вот так вот, немножко ее. Это филе бедра. Красное мясо, оно тоже полезными свойствами обладает. Для чего я его добавила? Потому что у меня здесь шеек чуть больше, чем 10%. Поэтому, чтобы не был сухой стул, чтобы у котяток не было никаких проблем, мы добавили филе бедра куриного. Оно с жирком. То есть, жирок поможет ходить котятам в туалет лучше. Теперь мы сейчас это все перемешаем тщательно. И расфасуем по пакетикам, по контейнерам. И уберем в морозилку для перемораживания. После того, как все это переморозится, мы будем доставать пакетик, оттаивать его до комнатной температуры, так, чтобы с кровью такое было. И давать котятам. Вот так вот у нас получилось. Мы нафасовали и убираем в морозилку для перезаморозки. Надеюсь, информация, которую мы вам сегодня предоставили о кормлении котят, была для вас полезной. Подписывайтесь на нас и ставьте нам сердечки. До новых встреч. Пока-пока.